Чем же привлекают дорамы, кроме возможности прикоснуться к южнокорейской культуре? Во-первых, сюжетами. Посмотрев полсотни, понимаешь, что в Корее точно нет кризиса идей, как и впрочем, слишком высоких требований и их качеству. Пока Голливуд переснимает одни и те же фильмы в четвертый раз, корейские шоураннеры пишут новые истории, любопытные и изощренные, порой откровенно безумные. Причем, вопреки распространенному предубеждению, в репертуаре у них есть не только романтические дорамы, но и фантастические, детективные, мистические и исторические, а также щедро замиксованные те, что находятся на стыке нескольких жанров сразу. Итак, что же у них общего? Очень много дорам стоит на таких китах, как любовный треугольник. Главные герои предназначены друг другу и драматический байкап. То есть у одного персонажа может быть ну очень трагичное прошлое. В целом же, вне зависимости от сюжета, в каждой дораме герои много пьют, едят рамен. Постоянно смосят, попадают в больницу, очень эмоционально на все это реагируют и ездят отдыхать на остров Теджу. Но последнее время создатели часто отходят от этих канонов. Субтитры сделал DimaTorzok